Расхожий стереотип, что болезни сердечно-сосудистой системы – недуг пожилых людей. В преддверии Дня сердца специалисты кардиодиспансера подробно рассказали, как предупредить ишемию и инфаркт. Если переживаете за свое здоровье, стоит обратиться к терапевту по месту жительства. Он может выписать направление в поликлинику кардиодиспансера. Мы решаем сложные клинические задачи, которые кардиолог, находясь один где-то в районе области, иногда решить не может, просто нет у него не с кем посоветоваться. У нас заседают врачебные комиссии, мы решаем вопросы направления пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь. В специализированной поликлинике прием ведут 20 кардиологов. В числе сотрудников также есть неврологи, окулисты, дерматовенеролог, стоматолог, хирург и уролог. Попасть к ним можно только по направлению от участкового терапевта. На базе поликлиники действует Центр здоровья. Пройти экспресс-обследование за полчаса может любой желающий. При этом стоять в очереди совсем не обязательно. Можно записаться по телефону через контактный центр. У нас нагрузка большая, особенно в утренней часы. Почему-то так сложилось, что люди с утра хотят себе распланировать и на ближайший день, и на ближайшее время. И в обед, конечно, есть небольшая передышка. И, наверное, хочется посоветовать, кто хочет к нам записаться, ну, так равномерно распределять свое время, не стремиться. Если уж занят телефон, то звонить попозднее. Один врач в день принимает около 20 человек. Татьяна Чичкова работает в этой поликлинике кардиологом уже почти 30 лет. За это время пациент заметно помолодел. Количество инфарктов у граждан в возрасте до 40 значительно увеличилось. Врач связывает это с нездоровым образом жизни и частными стрессами. В первую очередь вести здоровый образ жизни, не курить, меньше нервничать, избегать стрессовой ситуации, правильно питаться, вести здоровый образ жизни. Если прислушаться к простым, на первый взгляд, советам, то сохранить мотор здоровым получится намного дольше. А вот принимать лекарства для укрепления сердечно-сосудистой системы без рекомендации врача не стоит. В дальнейшем это может пагубно отразиться на состоянии организма. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.